Но необычное было. Для меня, естественно, мать Ольга, жена Ольга, дочь Ольга, крестная Ольга. Ну, это прозвучало потом. Меня пригласил Крысов, когда он был здесь руководителем района, и сказал, вы поселок организовываете? Ну, еще далеко, но будет. Название. У вас, конечно, есть. Я говорю, нет, еще рано. А у нас спит. Я говорю, вы знаете, когда мы построим, тогда и назовем. Нет, мы, это наше прерогатива. Мы будем называть этот поселок так, как мы считаем нужным. Нравится вам или не нравится, но мы решили называть поселок, страшно даже произносить, Шелябину. Представляете себе? У меня волосы дымом стали. Я сделал жест, что этого не будет. Он говорит, Юлий Фимович, не надо. Мы решим. И так будет. Я говорю, хоть меня-то послушайте. Не надо на эту тему говорить, это не обсуждается. Рядом с ним сидел тот помощник, тот заместитель. Он говорит, ну, хорошо, вы сделайте так, как вы сказали. Вы сказали, Шелябина, ты будешь Шелябина. Ну, ему-то дайте сказать. Он говорит, ну, хорошо, так и быть. Я говорю, я перезахоронился из Москвы, из Колумбария, правда, на кладбище в Свердлово. Я, у меня, она Ольга Андреевна была из Беларуси. У меня жена Ольга, он ее знал, очень к ней хорошо относился. И смотрю, он сразу немножко обмят. Думаю, ну, значит, будет по-нашему. С вами, Ольга. У меня дочь Ольга, крестная Ольга, две кумы здешней Ольги. Правнучка, крещённая Ольгой, хотя имя у нее другое, Даша. Он говорит, хватит, хватит. Я говорю, так как будем называть? Ну, конечно, Ольги. Вот так образовался ты имя. Не совсем обычно, но зато надёжно и навсегда. Спасибо, что существует Ольги. Вот, ваше имя и наше поселение. Спасибо, спасибо, что вы нас извините.